Привет, просветители! Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз слышал что-нибудь из серии. Молодежь больше не читает, да им ничего не интересно, постоянно сидят в своих телефонах, клиповое мышление, поколение ТикТока и дальше по списку. В зависимости от фантазии плакальщика, после этого идет либо смахивание скупой слезы, а вот Советский Союз был самой читающей страной, мы в телефонах не сидели. Потому что у вас не было телефонов, Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Либо предложение заставить читать. Ну и что, что не хотят? Обычно любовь к чему бы то ни было именно так и появляется. До сих пор обожаю манную кашу. Добавить что-нибудь в программу. Желательно максимально оторванное от современности, но главное, чтобы депутатам в 70 плюс нравилось. Об этом стоит отдельный ролик снять. Ну а если товарищ совсем уж боевой, то следует предложение запретить пользоваться телефоном, заходить в соцсети, заблокировать сами соцсети. Мы все это добро неоднократно обсуждали. Но вообще подобный нарратив Раньше было лучше. И люди глупеют из-за соцсетей. Распространяют не только персонажи, максимально далекие от интернета. До сих пор помню лицо друга, когда я сказал, что люблю ТикТок, использую это предложение для подготовки к экзамену. Было ощущение, что я признался в чем-то максимально неприличном. Ты ж филолог! Или на стриме кто-нибудь обязательно спросит, Павел, а вы хотели бы заблокировать и дальше название какой-нибудь соцсети? Нет, не хотел бы. Но у вас же педагогическое образование, а ТикТок разжижает мозги. И после этого идет контрольный в голову. Там сплошное окривляние, глупые танцы, челленджи и прочая ерунда. Дружок, пристегнись, сейчас ты очень удивишься. И возможно немного расстроишься. Если та или иная соцсеть предлагает тебе исключительно трэш, то велика вероятность, что это все, что тебя интересует. Все, с чем ты взаимодействуешь. Хочется просто напомнить, вкладка For You, для тебя, für dich, я, я учу немецкий, если вы не заметили. Называется так не случайно. Она для тебя. Ее формируют на основе того, что ты смотришь и лайкаешь. Безусловно, какие-то залетные трендовые видосы попасться могут. Но вот я никогда не поверю, что ты увлекаешься исключительно рисованием в Procreate, кстати, вот мои работы, можете в телеге посмотреть, и чтением классики, а все, что тебе предлагают. Мия Бойко снова высказалась о квадроберах. Как бы не хотелось некоторым обвинить в соцсети молодежь во всех смертных грехах, статистика говорит немного о другом. И вот об этом мы уже сегодня и поговорим. Друзья, кто из вас хотел бы освоить перспективную профессию с возможностью удаленной работы и роста дохода без потолка? Рекомендую пройти бесплатный мини-курс по программированию от Андрея вашего. Это не сложно, а пользы будет больше, чем от некоторых платных курсов. Андрей автор курса в IT уже более 12 лет с опытом работы в Яндексе и зарубежных компаниях. Я вам про него уже рассказывал. Сейчас он с командой проводит мини-курс по программированию для новичков, в котором каждый узнает, как стать айтишником с нуля и создать собственный IT-проект. На мини-курсе вы запрограммируете веб-страницу под руководством Андрея и других менторов. Да, на бесплатном мини-курсе будет обратная связь. А также получите пошаговый план по тому, как с нуля стать востребованным фронт-энд-разработчиком и выйти на зарплату от 100 тысяч рублей с лайфхаками по поиску работы. А еще и весомую скидку на обучение профессии фронт-энд-разработчика, если решите продолжать. Старт 23 октября 5 дней. От вас любой комп и полчаса-час свободного времени в день. Все подробности и регистрация по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А тем, кто хочет начать двигаться в IT уже сейчас, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея. Ссылка тоже будет в описании. Там много полезного для новичков в IT. Пока все пропальщики посыпают голову пеплом и рассказывают о смерти литературы, потому что десятиклассники не хотят читать войну и мир, зарубежные издательства потирают руки. Нет, не потому, что россияне глупеют. Подсчитывают прибыль и благодарят ТикТок. Да, мы вот в этой части мультивселенной оказались. Добро пожаловать! Еще один удивительный факт. Молодые люди читают и много просто не всегда то, что хотелось бы преподавателю в УЗИ или депутату в Думе. Та самая ситуация, когда несколько лет назад все точно так же кричали про нечитающих детей, а в это время подростки Гарри Поттером зачитывались. Но это же не молодая гвардия! И весьма серьезную роль возрождения интереса к литературе сыграл БукТок. Это огромное неофициальное сообщество в ТикТоке, где пользователи делятся своими книжными находками, рассказывают о любимых авторах, обсуждают сюжеты, создают подборки книг по темам. Просто вдумайтесь, на конец 23-го года хэштег БукТок набрал 160 миллиардов просмотров в соцсети, которая изначально ну вот вообще никак с литературой не ассоциировалась. Неплохо для не считающей молодежи. Согласно исследованию The Guardian, 80% аудитории БукТок это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Да, поверить сложно, но оказалось, что обсуждение толстенного романа в приложении для танцулик может стать настоящим хитом. В 21-м году продажи книг упомянутых видео с хэштегом БукТок стали настолько высокими, что многие издательства начали ориентироваться на ТикТок для продвижения новых книг. В 22-м году это сообщество продолжало оставаться главной движущей силой для продажи книг в США, увеличив объемы до 12,5% всех продаж художественной литературы для подростков. К сожалению, для многих уроки литературы уже давно стали синонимом скуки и обязаловки. И удивляться здесь особо не приходится, потому что программа рассчитана на все, что угодно, но только не на развитие любви к литературе. Да, Кас Цибунина, я про вас. А тут подросток открывает приложение и видит, что люди смеются, плачут, активно обсуждают книги. Не потому, что их заставили, а потому, что это интересно. Да, для многих после максимально неподходящих по возрасту произведений школы само существование книг, которые говорят с тобой, о тебе, да еще и твоим языком, это просто взрыв мозга. А что, так можно было? Современные люди готовы оторваться от телефонов и читать, когда произведение по-настоящему актуальное. По данным Нильсон Букскен, продажи книг, о которых активно говорили на Букток, выросли на 200% в течение нескольких месяцев после того, как они стали популярны в приложении. Одной из причин, почему молодежь и подростки увлекаются Букток, является чувство причастности к сообществу. Называйте это модой, слепым копированием, стадным инстинктом, но тем не менее, особенно на начальных этапах своего читательского пути, социальное одобрение и не от учителя литературы, а от своих сверстников, которые еще и выглядят круто и модно. Действительно важно. В ТикТоке очень легко найти людей, которые любят те же книги, что и ты и обсудить с ними героев, сюжет, впечатления, красивыми книжными фоточками поделиться. Опрос подростков США показал, что 75% опрошенных начали читать книги, чтобы быть в курсе того, о чем говорят в их социальных кругах ТикТок. Это свидетельствует о том, что БукТок не только привлекает внимание книгам, но и создает вокруг них культуру обсуждения и обмена впечатлениями. Еще один немаловажный момент. Для зрителей БукТока книги становятся частью молодежной культуры. Подростки начинают читать не потому, что это полезно и помогают развивать патриотизм и правильные традиционные ценности, а потому, что это тренд. Когда все что-то обсуждают, в данном случае какую-то книгу, хочется тоже стать частью этого обсуждения. Банально понять, а что все рыдают-то? Опрос, проведенный Барнс и Нобел, показал, что 60% подростков начали читать книги, потому что увидели их на БукТок. ТикТок изменил сам образ молодого читающего человека. И здесь в первую очередь надо сказать спасибо блогерам, которые добавили некую трендовость. А где тренд, там и звезды. И сейчас уже совершенно неудивительно увидеть в социальных сетях мейнстримных звезд, посты о книгах, о прочитанном, какие-то книжные рекомендации. Одной из первых в этом плане была актриса Эмма Робертс, возможно, вам знакома по сериалу «Американская история ужасов». Риз Уизерспун, «Блондинка в законе». У нее вообще постоянная рубрика, это рассказ о книгах. И все больше и больше звезд используют книгу как некий модный аксессуар, как показатель определенного статуса. Да, я тоже в теме. Я тоже часть вашей вечеринки. Видите, я читаю. Вот моя библиотека. Вот я на отдыхе и показываю не только купальник, но еще и книжка рядом лежит, потому что сейчас все ее читают. Это бестселлер «Нью-Йорк Таймс». То есть литература снова стала модной. И за это хочется сказать огромное спасибо ТикТоку. Согласно исследованию, проведенному национальной библиотекой США, 40% подростков признались, что начали читать больше именно благодаря БукТок. Это огромный прогресс в условиях, когда чтение часто конкурирует с соцсетями и играми. ТикТок помогает погрузиться в литературу в формате, который близок и понятен. Короткие, емкие ролики с личным мнением. Ну и, естественно, огромную роль в поляризации чтения сыграло превращение многих книг в формат «ТикТок Рэдди». Весьма яркий предмет, который банально хочется держать в руках. Да, понятно, самое важное это содержание. И тут никто не спорит. И нельзя судить книгу по обложке. Но когда мы говорим о развитии интереса, эта самая внешняя сторона чрезвычайно важна. Многие взрослые критикуют ТикТок, утверждая, что он отвлекает и портит мозги подросткам. Но правда в том, что не существует плохих или хороших соцсетей по определению. Все зависит от того, как мы их используем. Да, приложения могут стать настоящей черной дырой, которая засасывает все свободное время. А желание легкой популярности порой толкает людей на откровенно трэшовые поступки. Но когда мы акцентируем внимание исключительно на бредовых трендах, мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Пример Буктока показал, в том числе и финансовом выражении, что соцсети могут вдохновлять и стимулировать социально одобряемое поведение. Литературе сейчас приходится бороться с фильмами, играми, короткими видосами. И чтобы вырастить нового читателя, подход должен быть другой. Кстати, о слове должен. Ты должен прочитать вот эту книгу, потому что это бессмертная классика и без нее ты ни за что не сдашь экзамен с одной стороны. И ты должен это прочитать, потому что это просто взрыв мозга и все об этом говорят с другой. Это принципиально разные подходы. И статистика продаж говорит о том, что второй работает гораздо лучше. Удивительно, правда? Исследование Pure Research Center показало, что 60% подростков, активно пользующихся соцсетями, признали, что их нежные предпочтения формируются благодаря рекомендациям в ТикТок и других платформах. Для многих из них чтение стало способом самовыражения и способом оставаться частью тренда. Букток это яркий пример того, как социальные сети могут приносить пользу. Да, знаю, звучит максимально дико, но тем не менее. Они помогают подросткам вернуться к чтению, найти единомышленников и развивать критическое мышление. Хотя, конечно, как и в любом другом явлении, и тут проблем хватает. Например, бесконечные покупки книг, которые появляются в доме только для того, чтобы показать их в кадре. Некоторые блогеры открыто признали, что именно ТикТок заставил их возненавидеть чтение, потому что это превратилось просто в работу. Хочешь оставаться актуальным? Ну, значит, выкладывай видосики о покупочках и прочитанном каждый день. Алгоритмы! И тут уже зрители начинают чувствовать себя неполноценными читателями, потому что при всем желании, ну, невозможно угнаться за таким темпом поглощения книг. Невозможно и не факт, что нужно. Но не волнуйся, специально для нас на Ютубе появились видосы «Как читать больше и быстрее». И если вы грешным делом подумали, что это, наверное, информация для загруженных школьников и студентов, нет, не обольщайтесь, тут цель совершенно другая. Как к концу месяца заявить, что я прочитал 10, 15, 20 книг? Отказываемся от больших произведений? Нам некогда время тратить. Слушаем аудиокниги, пока выполняем домашние дела. Но не просто слушаем, не-не-не-не, минимум на скорости 1.25. У нас каждая секунда на счету. Делаем выбор в пользу комиксов и графических романов, так как они тоже пойдут в прочитанное, но закончатся гораздо быстрее. Потрясающие советики. Любовь к чтению просто чувствуется в каждой ложке. Важно понимать, соцсети это инструмент и то, как мы его используем, зависит исключительно от нас. Я не верю в любовь из-под палки и уж точно не отношусь к филологическим снобам, которые считают, что нужно читать исключительно золотой стандарт. А все эти покупки на волне хайпа и ой, какая классная обложка это не настоящее чтение. Следующую фразу я произнесу максимально медленно, чтобы каждый сумел ее понять. Книги должны приносить удовольствие. Почему-то этот момент очень часто как-то, знаете, исчезает из вида. Особенно у тех людей, которые просто всеми силами пытаются запихнуть молодежи книгу вот буквально в глотку. Читай, ты должен читать, читай. Действительно, у чтения есть масса плюсов. Но если это превращается в обязаловку, многим из нас нужны эти видосы с яркими книгами и походами в магазины. Это как раз та ситуация, когда быть частью тренда это классно. Потому что сегодня ты читаешь максимально поверхностную, но расхайпленную книгу из ТикТока, а завтра велика вероятность, что ты перейдешь на что-то более серьезное и глубокое. Но нельзя сразу же схватить кавку и надеяться, что тебе зайдет. Если до этого ты читал исключительно Курочку Рябу, ну, нужно как-то постепенно идти. А если даже ты в итоге никогда до кавки не дорастешь? Если чтение просто станет твоим хобби и начнет приносить удовольствие, это уже максимально круто. В свое время хайп вокруг Гарри Поттера воспитал огромное количество читателей. И сейчас эту почетную функцию взяли на себя соцсети. И спасибо им за это. Поэтому прежде чем закатывать глаза, узнаете, что вы осуждаете. И я сейчас говорю не только о книжном комьюнити. Для многих людей социальные сети стали отличным местом для развития своих творческих способностей, учебы и самореализации. Ну и в конце хотелось бы обратиться к старшему поколению. Пожалуйста, не забывайте, что деградировать вполне успешно можно и в компании передач Соловьева. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают мне на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и читайте хорошие книги. Субтитры сделал DimaTorzok